Друзья, всем большой привет! С вами Сергей Якушкин, хирург-флеболог. Атеросклероз. Сегодня мы поговорим об атеросклерозе. Атеросклероз – это болезнь артерии, которая возникает вследствие нарушений обмена веществ, обмен жиров и белков, чаще всего. Что такое атеросклероз? Давайте маленько разберемся. То есть, сразу скажу, что атеросклероза не бывает в венах. Это болезнь только лишь артерии. То есть, вот эти атеросклеротические холестериновые бляшки не откладываются в венах. Откладываются только в артериях. Давайте посмотрим, что это такое. Вот мы берем артерию. Вот артерия. Это просвет артерии, по которому течет кровь. И на стенке артерии может образоваться холестериновая атеросклеротическая бляшка. Вот, допустим, вот такая вот бляшка. Если она образуется, значит, есть на то причины, значит, есть какие-то факторы, которые это провоцируют к формированию атеросклеротической бляшки. Какие факторы основные? Это сахарный диабет. Да, это, по сути, все болезни, которые каким-то образом связаны с метаболическими нарушениями, обмена веществ. Также, кроме того, очень важную роль в формировании играет такая вредная привычка, как курение. То есть, курение – это прямо лах. То есть, очень сильно может усугубить состояние. Также ожирение может привести, как из провоцирующих факторов, гипертоническая болезнь, ну и какие-то другие заболевания, более которые связаны с нарушением метаболизма. Как, скажем так, распознать атеросклеротский рост на начальных стадиях? Не совсем люблю я вот эти начальные стадии, конечные стадии, но иногда как бы это несколько легче объяснить, потому что все-таки я разговариваю это все не для специалистов, а для пациентов, для людей, чтобы это было более понятно. В начальных стадиях, к сожалению, так вот распознать не представляется возможным. Почему? Потому что, ну, если появилась какая-то единичная бляшка, причем неважно в какой артерии, то она в основном, симптомов в основном нет. Заподозрить как-то по каким-то симптомам этого невозможно, потому что это все протекает асимптомно, то есть бессимптомно. Вот, как я уже сказал, атеросклероз бывает, в принципе, во всех артериях. Да, в артериях сердца, главного мозга, в артериях почек, вот, и в артериях нижних конечностей. И в зависимости от того, какие артерии прожжены, отсюда выливается симптоматика. Ну, вот, но мы будем говорить, так как у нас уже Академия Здоровых Ног, поэтому мы будем говорить об атеросклерозе артерий нижних конечностей. К чему может привести атеросклероз в артериях нижних, если начинает формироваться атеросклероз в артериях нижних конечностей? Да, крайняя точка – это образование и формирование гангрены. Вот, кстати, я записал для вас видео по гангрене, как с ней справляться. Скоро оно выйдет обязательно в эфире. Вот. Начнем. Смотрите. Атеросклероз. Вот у нас появилась единичная бляшка. Как ее распознать? Никак. Потому что нет симптоматики, ничего не беспокоит. Дефицита крови нет. Можно, скажем, это бывает чаще всего какой-то находкой. Допустим, вы планируете какое-то оперативное вмешательство, и в обследованиях есть, в предоперационных обследованиях, есть ультразвуковое ангиосканирование артерии. Раз посмотрели – бах, обнаружили, да, какую-то бляшку. Либо там вы проходите чекап, учитывая то, что у ваших родственников вдруг кто-то… У кого-то был инфаркт, инсульт, то есть в анамнезе гангрена. То есть вы смотрите вот самых близких, если это вот этот суд, вы решили сделать чекап, и бах, обнаружили вот единичную атеросклеротическую бляшку. Что делать? В данной ситуации нужно менять образ жизни, да, обязательно бросить курить, похудеть, больше ходить, двигаться и провериться на… сдать какие-то, ну, анализы на нарушение метаболизма. Это жировой обмен, белковый обмен, углеводный обмен. Это обязательно надо проверить, глюкозу крови, липидный профиль, вот, белковые фракции. То есть нужно посмотреть. И уже от этого дальше надо смотреть и писать, что найдем и проводить коррекцию метаболических нарушений. Вот это обязательно. То есть в данной ситуации это… Мы должны не допустить, чтобы эта болячка, этот атеросклероз, он не прогрессировал. Вот, что делать, если, ну, вдруг, то есть никаких чекапов не проходим, ничего не обследуемся. Как распознать? То есть, естественно, формирование атеросклеротической бляшки, оно идет. Оно идет постоянно, да, учитывая вредные факторы, генетику, все остальное, оно идет. И в артериях появляется все больше бляшек, да, с одной стенки, с второй стенки, там, передней, задней. Вот. И в конечном итоге она может закрыть, где-то бляшку, весь просвет артерии. То есть в артерии перестает течь кровь, да, к ногам. Благо в ногах, в принципе, очень неплохо развита коллатеральная сеть артериальная, поэтому, в принципе, если этот процесс идет небыстро, то есть, так называемая, хроническая ишемия, то организм, он в любом случае компенсирует это все развитием коллатералей. То есть, вот, коллатерали, то есть обходные пути для того, чтобы доставить кровь к стопе, да, к оканям стопы. Но если в какой-то момент просто эти коллатерали не справляются, вот, тогда, тогда возникает дефицит. Дефицит кислорода, дефицит питательных веществ. Не поступает то количество крови с питательными веществами и кислородом, например, к стопе, и начинает формироваться, значит, от голени к стопе начинает формироваться симптоматика. То есть, и что у нас происходит? Причем, ну, это я попозже расскажу вам, от чего это зависит. Смотрите, естественно, ориентиром, все-таки, слушай, как заподозрить, ориентиром это симптомы. Есть классификация атеросклеротического поражения, либо ишемии нижних конечностей. Она разделяется на четыре стадии. Первая стадия, и мы судим, в принципе, по дистанции без болевой ходьбы. То есть, это та дистанция, которую человек может пройти без отдыха, без появления дискомфорта в области икроножных мышц. Такое ощущение, иногда пациенты говорят, что сковывают, прямо забиваются мышцы, и идти невозможно. Вот именно от той дистанции без болевой ходьбы и зависит стадия ишемии. То есть, первая стадия, это когда дистанция без болевой ходьбы больше, ну, около тысячи метров, либо больше тысячи метров. Если километр, возможно, пройти свободным шагом, да, и при этом, как бы, либо больше. И если после километра появляется вот этот дискомфорт в икроножных мышцах, который требует остановки, отдыха, вот нескольких там секунд до нескольких минут, это вот первая стадия. Вторая стадия делится на две подстадии, это А и Б. А это от 200 до 500 метров без болевой ходьбы, и вторая это до 50-200 метров без болевой ходьбы. Ну, даже 100, наверное, 200 метров без болевой ходьбы. То есть, это, если человек, пациент, там, проходит, например, 500 метров и не требует остановиться, либо там 200 метров требует остановиться, это как раз стадия 2А и 2Б. Вот она. То есть, что такое? То есть, возникает скованность в икроножных мышцах, они забиваются, пациент останавливается для того, чтобы там пару-тройку минут постоять и пройти еще 200-500 метров. Вот. В данных стадиях, вот в данных стадиях, да, что делать в данных стадиях? Ну, во-первых, из исследований надо сразу, если заметили у себя такое, надо бежать сначала делать утрадуковое ангиосканирование артерии, то есть смотреть поражение, да, то есть, есть ли там действительно поражение, потому что похожие симптоматики могут быть при других заболеваниях, и нужно диагностику провести в первую очередь. Вот. В данных стадиях какое лечение? Это отказ от вредных привычек, обязательно надо сдавать анализы, искать метаболические нарушения, коррекцию метаболических нарушений там с эндокринологом, с гастроэнтерологом, борьба с ожирением, вот. И, скажем так, частой причиной метаболических нарушений – это диабет, когда если человек усахованным диабетом, плюс еще и курит, да и с ожирением, то риск атеросклерозы у него просто зашкаливает, у него максимальный, поэтому учтите, если вдруг у вас сахарный диабет есть, обязательно надо следить за ним, глюкозу держать на нужном уровне оптимальных цифр, обязательно бросить полностью курить, отказаться не одна, две сигареты, вот, как мне говорят, я кури мало, одну, две сигареты, нет, полностью отказаться от курения, активно двигаться, и, скажем так, борьба с ожирением, с лишним весом. Это обязательно надо делать вот в эти стадии хирургического лечения, чаще всего в этих стадиях хирургического лечения не нужно, то есть нету показаний, то есть это можно скомпенсировать образом жизни, больше ходить, потому что коллатеральная сеть, она развивается, допустим, да, при ходьбе, потому что чем больше ходим, тем больше развивается коллатеральная сеть. Иногда коллатеральная сеть достигает такого уровня, в принципе, что крови хватает, крови хватает, чтобы питать там ткани стопы, нижних отделов ног, стопы, голени. Для того, чтобы прямо питания и кислорода хватает, но при этом, например, основные магистральные артерии все забиты, практически все забиты, но коллитеральная сеть хорошо развита. Это бывает не часто, но такое бывает. И поэтому задача в этих стадиях обязательно коллитеральную сеть развивать. А это ходьба, больше ходить. То, в принципе, о чем мы сейчас все меньше и меньше занимаемся. Потому что 21 век у нас вышли из квартиры, сели в машину, мало ходим, питаемся фастфудами, поэтому это, естественно, при атеростерозе это очень-очень даже вредно. Почему я так разъединил первую, вторую, третью, четверую? Третья стадия – это когда дистанция безболевой ходьбы меньше 50 метров, либо боль возникает даже не только при ходьбе, но и в покое. Боль в покое. То есть, по сути, человек проходит 20 метров, ему надо там 3-4 минуты постоять, отдохнуть. Потом еще 20 метров, опять 3-4 минуты надо отдохнуть. Либо пациенты уже до такой степени страдают, что они ложатся спать, в горизонтальном положении у них начинают болеть ноги, им надо ноги свесить с кровати, когда происходит облегчение. При этом нарушается, естественно, сон. Вот это уже боль покоя. И четвертая стадия – это трофические нарушения. Это язвы, это гангрена, да, называющие гангрены пальцев, гангрены стопы. Вот эти две стадии, третья и четвертая, на самом деле, они как бы идут под отдельным названием. Это критическая ишемия. Что такое критическая ишемия? То есть критическая ишемия – это уже очень грубое нарушение, скажем так, когда просто ткани не получают питательных веществ, не получают кислорода, и развиваются трофические нарушения гангрена. Вот в данных стадиях обязательно нужно предпринимать какие-то меры. И причем иногда меры должны, решение приниматься очень быстро, прямо буквально иногда, когда уже есть гангрены, здесь на дни идет уже, скажем так, каждый день важно, а иногда каждый час важно для того, чтобы сохранить новую. По гангрене я обязательно расскажу в отдельном видео. Ну вот. В данной стадии надо обязательно прибегать уже к хирургическому лечению. А хирургическое лечение – это восстановление кровотока различными способами. Это отдельное видео, большое достаточно, о котором я тоже все буду рассказывать. Поэтому вот эти стадии, они опасны. Особо опасны тем, что можно потерять ногу. Одну, может быть даже и две. Надо понимать, что потеря ноги, она ведет не только к ухудшению качества жизни, но и, к сожалению, по статистике, большое количество пациентов погибает после высоких ампутаций бедра, первые 5 лет после ампутации. Ну там много факторов, и социальные факторы, и психологические факторы на это влияют. То есть даже с тем, что протезирование неплохо развито, но в любом случае это без ноги жить плохо. Поэтому если вот это образуется, то есть да, начинает формироваться, здесь прямо надо бежать, бить тревогу, бежать к сосудистому хирургу, для того, чтобы решить быстро эту проблему, для того, чтобы восстановить кровоток и пустить его к ногам. Тем более, когда уже возникают трофические нарушения кожи и гангрена. Причем очень интересная штука. То есть да, вроде симптоматика, она чаще всего не зависит от уровня, ну бывает она зависит от уровня поражения, а бывает не зависит от уровня поражения. Допустим, артерия, она полностью, например, бедренная артерия, она полностью забита, поверхностная бедренная артерия, а при этом пациент может пройти спокойно там 500 метров, 1000 метров. За счет чего это происходит? За счет того, что у него хорошо развита коллатеральная сеть. То есть коллатерали в процессе формирования атеросклероза формировались и коллатерали. И они компенсировали приток крови. А бывает такое, что, допустим, да, вот в бедренной артерии кровоток еще есть, то есть кровь проходит, протекает, но, допустим, в артериях голени, их артерии голени и три, то есть задняя больше берцовая, передняя берцовая и малоберцовая. Вот, а эти артерии, допустим, все забиты. И на стопе у нас почернели пальцы, возникла гангрена пальцев. Понимаете, да, то есть в бедренной артерии кровоток есть, в артериях голени кровотока нет и уже гангрена. То есть не коррелирует поражение и симптоматика. Здесь иногда коррелирует, иногда в принципе не коррелирует. Поэтому, уважаемые друзья, призываю всех, скажем так, отказаться от вредных привычек, тем более, если есть генетические примеры, да, там у кого-то из родственников, у близких родственников были инпарки, инсульты. Ну, может быть, надо раньше начать проверять, надо сдавать анализы на метаболические нарушения, да, глюкоза, липидный профиль, белковый обмен смотреть, вот, отказаться от курения, потому что риски, да, естественно, как бы борьба с ожирением и не допускать лишнего веса, потому что генетика, она в основе все-таки, риски повышаются, если генетически у кого-то родственников это было. Вот такой примерно экскурс по атеросклерозу артерий нижних конечностей я вам рассказал. Обязательно расскажу об осложнениях. Это гангрена, да, гангрена – это самое, такое грозное осложнение. И как с ним бороться? Вообще, гангрена – это 100% ампутация? Или все-таки гангрену можно вылечить и помочь человеку остаться с ногой? Об этом расскажу в следующем видео. Ну и какие методы лечения, хирургического лечения существуют? Потому что не хирургическое лечение, это в основном коррекция образ жизни и ходьба, 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 ходьба. Вот, о хирургии я обязательно вам расскажу. Спасибо, друзья, что вы меня смотрите. Ставим лайки, делимся информацией. Всем здоровья, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok